Подружки, привет! Ты что, в туалет хочешь? Пись-пись-пись? Так, ребенок побежал в туалет. Пойдем писать. Сейчас вернусь. Побежали, пись-пись-пись. Так, давай-давай-давай-давай. Сейчас, горшочек, иди сюда. Давай, иди сюда. Иди сюда в туалет. Давай. Садись на горшочек. Давай быстренько снимай трусики. Снимай. Снимай труселя. Давай. Молодец. Ну вообще, подружки, привет еще раз. Мы тут в заточении в комнате Рэма. Как вы только что видели, удивительным образом, великолепным, прекрасным. Ребенок попросился в туалет. Ну и, собственно, это наш прогресс, если говорить про обучение ребенка ходить на горшок. Аварии у нас, в принципе, уже не происходят. Ребенок прекрасно просится в туалет. Сам туда бежит, как и писает. В общем, у нас с этим вопросом все в порядке. Ну и как бы трусишки сам одевает, снимает. А тут второй. Привет. Ребенок фокусирует свой взгляд на игрушках. Да? Привет. Кто тут в манежике лежит? Только что проснулся. Ребенок проснулся, мы поели. В общем, сейчас он на чили. Ну а в заточении мы, собственно, потому что у нас уборка. Сегодня ко мне пришла моя помощница-уборщица. И она прекрасно там у нас убирается. А я заблокировала этого молодого человека в комнате. Что это? Ну, пойдем посмотрим зубная паста. Короче, я заблокировала этого молодого человека в комнате, для того, чтобы он позволял человеку работать, и уборка у нас происходила. Где зубная? Это зубная щетка. Ну, давай, клади зубную щетку на место. Так, а где зубная паста? Давай, зубную пасту давай найдем. Хорошо. Давай, куда шампунь положим? Расческу? Давай, куда расческу? Давай сюда. Так, давай теперь шампунь вот этот. Куда положишь? Ну, где место шампуня? Правильно. Так, зубную пасту. Давай зубную пасту. На. Котенок. Зубная паста. Так, зеркало куда? Туда. Так, мыло. Где мыло? Это, господи, какое полотенце. Давай, полотенце где? Давай. Нет, это не место для полотенца. Вот, мыло. Так. Правильно. И мочалку. Вот, молодец. Короче, в общем, так я вот тут развлекаю. Гранта только что кормила. Просто заблокировав выход. Вот здесь сидела на полу и этого человека кормила. Да, скажи. По голосу моему понятно, что я сильно заболела. Ну, или точнее сказать, из всех нас троих. Сейчас пик вот этой вот вирусни у меня. У меня уже горло болит и нос заложен. Ну, и, короче, я, в общем, чувствую себя великолепно. И сегодня я еще поняла, что не выполнила свое обещание. Я обещала вам протестировать еще один бренд подгузников. Это Гунву. Это подгузники, которыми мы пользовались с Рэмом в последнее время. И которыми мы были очень довольны. Это что касается трусиков. И вот здесь вот такие для совсем маленьких эско. То есть это второй размер. Первое, что я вижу, очень красивый, такой нежный принт перышек. Действительно красивый подгузник получается. Сам подгузник очень-очень тонкий, что сильно радует. Поскольку всегда хочется, чтобы подгузник на попе малыша был по возможности тоньше. Это значит тепличного эффекта по возможности меньше. Потом здесь у нас в верхней части есть вот такой вот поясок. Здесь вот часть снаружи, она такая вот прям как клеенчатая. Это так себе не очень выглядит, но с другой стороны это не та часть, которая касается кожи малыша. Поэтому в принципе допустимо. Все остальное очень мягкое. Материал действительно очень-очень нежный. Как снаружи, так и изнутри. Изнутри у нас вот так он выглядит. Сейчас фокусируется. Вот так он выглядит. Без каких-то больших таких глубоких рельефов. Есть очень-очень такой тоненький рисуночек здесь. И в принципе все. Абсорбент тоже распределен по подгузнику вроде бы как достаточно равномерно. И когда подгузник мокрый, я тоже пощупала его, посмотрела уже. Он не скатывается в одно место и комков абсолютно не создает. По бокам резиночки для ножек. И в спинке есть резинка. Здесь резинка есть. Вот в самом центре подгузника она такая покороче. И ближе к бокам тут также есть еще одна резинка. Вот здесь с этой стороны. Она вот уже прям подлиннее, повторяя линии тела малыша. Конечно же здесь есть также липучки, как обычно. И линия, индикатор, которая показывает, насколько полный или пустой подгузник. То есть чтобы мама знала, когда его менять. Вообще не пахнет. Никакой химии, никакими красками. То есть на первый взгляд классный подгузник, который ты достаешь из упаковки. И он не производит никакого негативного впечатления. Так что подгузник действительно классный. Ну а как он работает на попе каждого малыша, это уже индивидуальный вопрос. И также я обратила внимание, что на подгузничке Newborn, то есть это самый маленький первый размерчик, здесь есть выемка специальная под пупочек. Это очень удобно, когда еще пуповина не отвалилась. Ну и сейчас у нас остается только проверить тест с салфеткой. Насколько сухая салфетка будет, если в этот подгузник налить жидкости. И подождать то же время, которое я ждала, когда тестировала подгузники от брендов Genki, Moony, Offspring и Black Rabbit. И потихонечку-потихонечку наливаем. Все, водичка у нас уже отправилась. И значит выжидаем время. И потом пробуем с салфеткой. Так, ну пока мы ждем наши секунды. Давай вытрем тебе личико. Ну, скажи привет, подружки. Этот красавец у меня растет просто со скоростью света. И я поняла, что у нас осталось всего лишь, что, два слипика. Да, у нас осталось два слипика. И две пары вот таких вот ползунков, которые ему по размеру сейчас окей. Все остальное уже просто мало. И я поняла, что на ребенка уже нечего надеть. Да, и поэтому мы достали из своих шкафов старую одежду Рэма. Здесь у меня 62-го размера бодик. И вот еще вот олант ползунки большего размера. Ну, вот так вот мы и сидим. Заказала сейчас следующего размера одежду. Вот жду посылки от СДЭКа. Короче, подружки, одежду ждем. Ладно, все, время у нас истекло. Тест с салфеткой. Погнали. Что у нас происходит с салфеткой из попы малыша? Ну, слушайте, сухо. В принципе, все сухо. Давайте еще раз попробуем. Так, и все сухо. Нажимаю со всех сторон. Нажимаю сильно. И салфетка остается, ну, в принципе, сухой. Ну что ж, прекрасно. Значит, качество, по крайней мере, в этом вопросе у Гунву тоже хорошее. И попа малыша будет сухой. И следующий момент, по которому я тестировала подгузники уже сейчас, вот из тех брендов, которые у нас остались. То есть, это Гунву, Генки, Блэк Рэббит и Муни. Как эти подгузники ведут себя и насколько часто или редко они протекают. И мой тест показал, что из десяти раз с одинаковым временем в три часа, значит, Генки и Муни протекали всего в двух случаях. То есть, из десяти раз в двух случаях. Причем Муни протекал только тогда, когда ребенок находится на боку. То есть, если я его кормлю. Потом Гунву протекал всего один раз из десяти. Это происходило просто вот на ровном месте. То есть, ребенок просто на спине лежит. И у него, значит, все прекрасное содержимое его попы, оно протекало через спинку. И это приходилось учистить не только на ребенке, но и также с одежды. Но из десяти всего один раз. Показатель очень хороший. И Блэк Рэббит не протек у меня ни разу. И таким очень простым способом из наших тестов выходит победитель Блэк Рэббит. Эти подгузники оказались самыми-самыми лучшими. То есть, первое, у ребенка попа не в опрелостях, не красная, нет никакого раздражения. То есть, кожа очень хорошо воспринимает этот подгузник. Второе, он очень тонкий. Также попа ребенка остается сухой, поскольку абсорбирует любую жидкость висюльки и коколички. Он очень хорошо. И также он не протекает. В случае Гранта, вот Гранту сейчас два месяца ровно, вся вот эта прекрасная белая одежда, а вы знаете, что мы вот одеваем практически все время белую, светло-серую одежду, она ни разу у меня не пачкалась, поскольку вот этот подгузник не протекает на нас вообще. И поэтому Грант впредь будет пользоваться исключительно этими подгузниками. Собственно, ровно так же, как и Рэм. Сейчас, когда он уходит на дневной сон, на ночной сон, я также на него надеваю подгузники Black Rabbit, и он тоже не протекает. По крайней мере, в те ночи, когда подгузник у нас полный, а такие ночи у нас случаются не всегда, например, вчера он проснулся с абсолютно пустым подгузником, и, кстати, на дневной сон я его уложила в трусах. Я просто что-то забегалась и забыла переодеть и уложить его в подгузники. А проснулся сухой. Очень часто вы комментируете ситуацию с пакетиками, что каждый подгузник упакован в отдельный пакет, и что это абсолютно не дружелюбно по отношению к нашей планете, поскольку подгузники и так не перерабатываются, и так далее, и так далее. Первое. По поводу подгузников, которые не перерабатываются. Я вам скажу, что ни один подгузник действительно не перерабатывается. Даже Eco By Net или любые подгузники Eco, которые говорят, что они перерабатываются, обратите внимание, если в них есть сорбент, гель, то этот подгузник не перерабатывается. Это просто маркетинговый трюк. Этот подгузник будет перерабатываться только в том случае, если там сорбента нет. Поэтому на это нужно обращать внимание и не позволять компаниям себя обманывать. Что касается Black Rabbit, Black Rabbit со своей стороны откровенно говорит, да, подгузники не перерабатываются, это мы знаем, но компания на данный момент прилагает все усилия, ведет переговоры с предприятиями, которые занимаются переработкой подгузников для того, чтобы этот материал повторно использовать. И очень хочется верить, что в ближайшем будущем у нас будут новости от этой компании о том, что их подгузники будут перерабатываться. Пакеты, к слову говоря, эти, они подлежат повторной переработке, поэтому они для планеты дружелюбны. Ну и ровно так же, как и дружелюбны для мамы, поскольку в случае этих подгузников очень удобно их менять. Грязный подгузник отправляешь обратно в пакет и выбрасываешь или очень легко утилизируешь. Для мамы это, конечно же, удобно. Ну, а если спросить, почему Black Rabbit, почему он такой вот дерзкий черный, вот как раз таки поэтому. Черный, это относится к стилю мамы, то есть компания хотела сделать подгузник, который будет все-таки таким стильным, эстетически красивым, и будет подчеркивать индивидуальность мамы, и поэтому упаковка сделана черной, и часть, вот название, она имеет слово Black. А что касается Rabbit, это как раз таки белое пушистое, то, что находится в этом пакете. Поэтому, проведя свои тесты, я очень рада, что именно этот бренд впредь будет добрым другом и партнером моего канала. Так что, Black Rabbit, скажи подруге привет, отныне будем с вами дружить. Да? Эй. Да, ну тут один маленький с кроликом пушистым белым на своей попке очень прекрасненько себе и засыпает. Маленькие мои лапки. Я, кстати, в последние дни начала оставлять его ручки открытыми. Я заметила, что он намного меньше сжимает кулаки и намного меньше хватается за лицо, что означает не так сильно царапать себя, как в первые дни своей жизни. Собственно, поэтому мы всегда были в антицарапках, и я не позволяла ему трогать ни грудь, когда вот его переодеваю, ни личико, да, чтобы не было царапин. Рэм, кстати, тоже себя очень сильно царапал. Вот сейчас как-то все делаю поспокойнее. Да? Ну, сипай, моя крошечка. Сегодня, кстати, мы едем к педиатру. У нас сегодня вторичный осмотр. Дождите. Нет, это не будет. Нет, это не будет. Ожидите, грусти. Так, к нам приедет СДЭК, и это означает, что через час мы получим нашу одежду. Все-таки сегодня покажу вам, подружке, какую одежку я для малыша заказала. Супер. Да, и вам рассказывала, значит, сегодня у нас повторный прием к нашему педиатру. Мы, получается, уже 3,5 дня делаем ингаляции, и лечим наш трахиобронхит, ушки Рэма, риноадонейдит и прочие болячки. В общем, сегодня вечером узнаем, как у малышей дела и помогли ли нам наши ингаляции. И вот, если еще говорить про лапки, смотрите, какие у нас тут лапки. Это подарочек от моей подружки Лейлы на рождение малыша. Она подарила нам бэби-арт комплектик с рамочкой. Вот мы сделали отпечатки ножки Гранта и ручки. Вот такая вот красотища у нас получилась на память. Лейла, спасибо тебе большое. Да, подруженцы, и писать влог с таким забитым носом это, конечно, то еще развлечение. Надеюсь, что вы потерпите мой голос, потому что я вот прям уже не знаю, куда деваться и как лечиться. Ну, очевидно, никак. Тут уже вирусня и вирусня, 5-7 дней, и сама пройдет. Ну, вот, подружки, смотрите, курьер привез безумно красивую одежду. Это одежда от Алант. Естественно, наш добрый друг и любимый детский магазин Алант, который производит свою одежду как хлопковые слипики и бодики, так и термобелье из шерсти мереноса и кашемира. Это вообще отдельная история, которую я обожаю. Так вот, что же я заказала просто в безумных каких-то объемах. Здесь у нас одежда, значит, наши любимые печенюшки. Собственно, благодаря именно этим прекрасным печенюшкам вы, мои подруги, дали гранту прозвище печенюшка. Ну, и, собственно, мы дома тоже так его и называем. Здесь я в нескольких размерах сразу, вот уже и знаю, что ребенок быстро растет на размер вперед, заказала его любимые боди и слипы, которые также он любит, и мы ими пользуемся ежедневно. Здесь один слипик у меня с закрытыми ножками, другой с возможностью ножки либо открыть, либо закрыть. И также в нескольких экземплярах, в нескольких размерах я еще заказала вот такие вот белые бодики. Это тот же самый стиль, как на нем сегодня ползунки, и серый со слониками. Эти слипики мы тоже очень-очень любим, а любим их по причине того, что, во-первых, все швы наружу, они не раздражают кожу малыша, и эти слипы, они имеют молнию. И молния – это просто подарок божий, особенно во время замены подгузника ночью, после кормлений, маме намного-намного легче ребенка приодеть. И отдельного внимания, конечно же, заслуживает термобелье и прочая одежда из шерсти мериноса и из кашемира, поскольку эта одежда самая-самая полезная и хорошая для ребенка, особенно в холодное время года, когда на улице холодно, и когда нужно помогать малышу регулировать температуру тела, и в случае, если ребенку, например, жарко, и он потеет, чтобы вот одежда, которая на нем, она максимально, во-первых, абсорбировала влагу, и в то же самое время не позволяла ребенку температуру тела терять, то есть, чтобы она не снижалась. А это означает, чтобы ребенку было комфортно и хорошо, неважно, вспотел он или нет. Ну и, конечно же, в такой одежде он, естественно, потеть будет намного-намного меньше, если такая проблема у малыша существует. И опять же, если малыш, ну куда там малыш, даже если взрослый человек потеет, то шерсть мериноса она не впитывает запахи. И это, я думаю, очень актуально для каждого человека. И следом, конечно же, мой любимый кашемир. Этот материал я просто обожаю. Еще Рэм, когда был маленьким, мы с удовольствием огромным пользовались этими комбинезонами. Очень жалко, что у них есть лимит по их размерам, и вот мы не можем до сих пор ими пользоваться, поскольку ребенок уже большой. Здесь 56-62, я заказала вот такой вот безумно красивый комбинезон такого бежевого цвета. Потом ровно такой же комбинезон кофейного цвета, и он двойной, внутри он серый. Или наоборот, есть вариант, когда снаружи он серый, а внутри он кофейного цвета. И здесь еще такие безумно милые ушки. Но этот я уже заказала намного большего размера, но, так сказать, на прозапас уже вдруг закончится, и вдруг уже не будет, чтобы у нас он в гардеробе ждал своего дня, когда ребенок подрастет и сможет его надеть. Ну и здесь также большего размера, ровно такой же комбинезончик молочного цвета. Потом здесь в такой прекрасной, красивой упаковке вот Алант. У нас еще термобелье. Я даже не помню, какого цвета я его здесь заказывала. Сейчас достанем, и посмотрим. Да, здесь тоже молочного цвета и на молнии. Ну а с такой красивой упаковкой это может быть идеальным подарком для близких и родных. Ну и также нельзя забывать про лапки малыша, поэтому здесь я заказала несколько видов носочков из шерсти Мериноса от Алант и Уоллен Коттен. Здесь я в полном восторге от цвета. Здесь носочки очень красивого, такого правильного бежевого оттенка. Потом, что касается нашей головушки к холодному времени года, я заказала вот такую вот балаклаву или шлем. Он тоже из шерсти Мериноса и эту балаклаву я на Гранта буду одевать в виде поддевы под зимнюю шапочку для того, чтобы головушка всегда была в тепле, в комфорте, в уюте. Ну и в Санкт-Петербурге это очень актуальный вопрос, потому что у нас зимы очень холодные из-за ветреного и очень влажного климата. Потом еще один вариант поддевы под шапочку это вот такой вот чепчик и собственно сами шапочки. Я заказала кашемировую шапочку или чепчик от Волен Коттен, просто потому что обожаю сам кашемир и очень-очень уж хотелось иметь хотя бы одну вот такую вот шапочку, которая будет закрывать и головушку, и ушки, ну и шею. Ну и собственно дальше уже ниже шейку будет закрывать вот такая вот балаклава, поскольку она спускается уже ниже шеи, груди. И потом у нас еще безумно красивые шапочки от Элади. Я их просто обожаю. Здесь вот одна такая хлопковая, она на более теплое время года, и вот такая вот еще с первым старым логотипом Элади, с короной, ну не знаю, у меня как-то вот такое особое отношение к этому логотипу, я его как-то особо люблю и кажется он мне очень-очень уж красивым, поэтому заказала вот одну шапочку как раз-таки с этим первым логотипом. И тут у меня еще, да, еще один очень красивый слип термобелье от Аланта 56-62 размера. Этот слипик я взяла из-за цвета, потому что у него безумно вот такой красивый пудровый оттенок. Мне кажется, это очень-очень прекрасно смотрится. На самом деле неважно, мальчик или девочка надевает на себя этот слип, так что это безумно красиво. Звонил сегодня муж, спросил, как у нас тут дела, чем я занимаюсь, как настроение. Я говорю, настроение у меня прекрасное, потому что заказала одежды. Большой-большой заказ, говорю, разместила. Ну, каждый предмет стоит абсолютно доступных денег, но в общей сложности большой заказ, где-то на 100 тысяч. Муж просто замолчал и как бы без лишних слов положил трубочку. И так я осталась со своим очень хорошим настроением. Я ему потом перезвонила и сказала, ты не переживай, это подарок от Аланта. Они нас так сильно любят и поздравили нас с рождением Гранта, поэтому вот прислали нам всю эту одежду. Я как бы, ну, хотела тебе об этом сказать, но не успела. Так что, Аланта, спасибо тебе за эти подарки. Будем носить с большим-большим удовольствием. у подруги, качество этого кашемира, да и в принципе качество и внешний вид всех этих изделий это просто полный восторг. Так что я в большом-большом нетерпении, когда смогу наконец-то надеть эти вещи на Грантика и показать вам, как он в них смотрится. Ну ладно, подружки, на этом сегодня все. Малышам пора. Кому есть, кому спать, в общем, дела у них важные. Поэтому, Грантик, давай говори, подружки мои любимые, всем пока. Увидимся в следующем нашем видеоролике. И ты, Бублик, что у тебя тут? У нас тут наивкуснейший обедик из наших любимых макарошек, да? Все, котенок, скажи подружке пока. Скажи подружке пока. Я буду обедать и отправляться на свой дневной сон. Да, котенок? Все, давай, ешь. Ладно, подруги, давайте увидимся с вами в следующем нашем видеоролике. Вкусня? Ну, давай. Ну, в общем, так и едим. Вкусня? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok